Разобраться по поручению губернатора, общественникам и челябинским властям предстоит и еще с одной проблемой. Нелегальными парковками. Такие можно увидеть едва ли не в каждом дворе. Часто следить за машинами по ночам за определенную плату вызываются сами жители. Вот только их соседи такой бизнес бойкотируют и жалуются на отсутствие зелени и детских площадок. Какой выход предлагают жителям? В рейд отправился Иван Лежнин. У нас все приезжали, тоже говорили, что будет детский сад, будет магазин юничек, вообще четыре стоянки устроили. Это двор по улице Игнатия Вандышева. Ни магазина, ни детского сада здесь действительно нет, только парковки. А ведь раньше, рассказывают местные жители, на этом месте был газон, играли дети. Сейчас круглый год дымят автомобили. Особенно сильно выхлопные газы чувствуются утром, когда владельцы прогревают машины. И это жителей категорически не устраивает, тем более, что документов на парковку у владельцев нет. 1 мая якобы они закрылись. Мы говорим, а что вы закрываетесь? Они говорят, да нет, прокуратура придет с проверкой. Вот она придет проверить, тогда мы снова откроемся. Точно. После 9 мая они открылись. Сейчас вот опять прокуратура придет, они опять сделают этот вид, что они закрылись, потом опять откроются. И так они будут действовать незаконно, и они надеются, что они пришли сюда на века. На владельцев парковки жители жаловались и в администрацию города, и в прокуратуру. И сегодня на улицу Вандышева вновь приезжает проверка. Инспекцию проводит депутат городской думы Александр Галкин. Разобраться с незаконными парковками челябинским властям поручил Борис Дубровский. Ведь грязные стоянки портят облик города. Плюс предприниматели нелегалы не платят налоги. Поэтому всем бизнесменам предлагают выбор. Либо снести свои парковки, либо оформить их официально. И выполнять все обязательства перед людьми. Здравствуйте. Да, у вас какие-нибудь документы есть на парковку? Ну, начальнику это одно. У вас документы есть на парковку? Ни договора, ничего там. А это улица Проспект Победы. Документы на эту стоянку оформлены. Но прямо на территории парковки стоит столбик, на котором указано, что в этом месте проходит газопровод. Следовательно, здесь ничего строить нельзя, так как может быть угроза взрыва. Активисты рассказывают, причина такой ситуации в отсутствии четкого механизма получения разрешения. Предприниматель делает запрос в комиссию по имуществу и земельным отношениям, нет ли обременения у земли. То есть, нет ли у нее собственника. И в случае отрицательного ответа МУП «Городские парковки» выдает разрешение на строительство. Хотя делать запрос стоило бы и в газовую службу, и в электрические сети. Не получено было ни согласования ни с кем. Александр Галкин в этой ситуации обещает разобраться. Местные жители собираются судиться с властями незаконной парковки. Заседание назначено на 3 августа. И Галкин обещает на заседание приехать. Штаб общественной поддержки губернатора возьмет эту ситуацию на контроль. Мы будем выезжать вместе с ними, оценивать, изучать документы и уже подключать к этому чиновников. Если служба демонтажа должна ликвидировать эту нелегальную парковку, мы возьмем на контроль, чтобы она приехала и ликвидировала. Не ссылалась на нехватку средств, не ссылалась на нехватку времени, а приехала и ликвидировала. Проводить рейды депутат обещает до тех пор, пока все незаконные парковки не будут легализованы. И просит жителей о помощи. Сообщить о работе теневых стоянок можно по телефону доверия. Иван Гыжнин, Александр Павлов, ОТВ